Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Катунь-24. С вами Анна Москаленко и сразу перейдем к выпуску. В райцентре Ключевского района определили победителей муниципального этапа конкурса «Воспитатель года-2021». Ими стали три сотрудника детсадов номер 1, 2 и 3. Участники продемонстрировали работу с детьми, организовали игры и творческую работу. В итоге первое место заняла инструктор по физ. воспитанию детсада «Теремок» Елена Скорых. Она может стать участником в конкурсе уже на региональном уровне. На втором месте музыкальный руководитель детсада «Сказка» Евгения Сахненко. А на третьем – воспитатель детсада «Аленушка» Анастасия Попенко. Им вручили дипломы и денежные сертификаты. Армянским ван-даммом прозвали жителя Еревана пользователи социальных сетей. 32-летний Давид Вардумян завоевал популярность в интернете при помощи роликов, демонстрирующих спортивные трюки. В детстве Давид занимался каратэ, однако потом перешел на тхэквондо. Сначала выступал на чемпионатах, но со временем осознал, что зрелищные трюки идеально подходят для демонстрации в соцсетях. Спортсмен уверен, что в его трюках нет ничего невозможного. Однако для их исполнения требуется серьезная физическая подготовка и огромное желание. Сначала, естественно, думаем о трюке, что можно сделать. И далее я прикидываю, насколько этим трюкам будут заинтересованы или нет популярные паблики в соцсетях. Например, вы видели трюк, где я диском нарезаю огурец? Этот трюк заинтересовал 433 страницы в Инстаграме, у него более 30 миллионов просмотров. Цикл моноспектаклей, посвященных Барнаулу, начнет Константин Барниман в Крепостном театре. Открывающим показом станет Барнаул Горнозаводской, сегодня в 18.00. Константин Барниман входит в топ-50 лучших гидов России по версии Русского географического общества. Его театральные постановки предварили экскурсии по исторической части Барнаула для жителей и гостей города. Продолжат цикл спектаклей «Барнаул Купеческий», «Барнаул Революционный» и «Барнаул Мистический» 19, 21 и 22 мая. Все показы пройдут в Крепостном театре по адресу улица Кирова, 51А. Алтайский фотограф вышел в финал конкурса Русского географического общества «Самая красивая страна». Евгений Борисов запечатлел на камеру скелет кита, на который взобрался песец. Кадр сделан во время путешествия на Курильскую гряду. В социальных сетях Евгений рассказал, что долгое время ждал, чтобы поймать этот кадр. Панорама сшита из нескольких снимков. Отмечу, проект «Самая красивая страна» объединяет лучших фотографов России. Проголосовать за работу Евгения «Улыбка кита» и помочь ему выиграть приз зрительских симпатий можно на сайте Русского географического общества до 26 мая. Живую музыку сегодня смогут услышать барнаульцы, гуляющие по улице Молотобольской. В 18.00 свое выступление там начнет музыкальная группа «Ес Бэнд». Напомню, администрация Барнаула выделила местным группам постоянные площадки для летних уличных концертов. Выступить в таком формате планируют больше 20 музыкальных коллективов. На этом у меня все. Еще больше новостей вы сможете найти на нашем сайте katun24.ru, а также в группах нашего телеканала в социальных сетях. Можете предлагать свои темы, и мы, возможно, расскажем о них в наших эфирах. С вами была Анна Москаленко. Хорошего вам дня! Редактор субтитров А.Семкин